История с благоустройством детского парка, который появился в Пинске в 80-х годах прошлого столетия, тянется много лет. После его реконструкции в 2015-м на территории появились новые входные группы. Площадка для проведения культурно-массовых мероприятий, места для аттракционов, новые дорожки и газоны остались только на бумаге. Тем не менее, концепция развития детского парка есть. Воплощать её взялись специалисты Пинской проектно-конструкторской мастерской «Марс». Получив заказ от Управления капитального строительства, главный архитектор проекта Николай Туник полгода разрабатывал новые решения для парка. На сегодня проект готов почти на 100%. Основные четыре зоны у нас будут. Зона тихого отдыха, зона спортивная, зона развлекательная и зона массовых мероприятий. Сама концепция парка, хотелось его выполнить в скандинавском стиле. Ему присущи натуральные материалы и хотелось бы, чтобы вот эти все неровности, возвышенности были из натуральных материалов. Территория тихого отдыха самая большая по площади. В тени зелёных насаждений разместятся небольшие зоны отдыха со скамейками и разноуровневыми площадками. Сердце парка – это развлекательная зона. Здесь размещаются и кафе, и фонтаны, и ледовый каток. В разные поры года по-разному будут использоваться площадки. Каток в летнее время будет использоваться как площадка для катания на роликах с музыкальным сопровождением. В зимнее время же, с октября по март, это уже катание на коньках. Возле катка, согласно проекту, разместятся летние и зимние амфитеатры, а также фонтаны, струи которых будут бить буквально из-под ног. По задумке автора проекта, фонтан будет плавно перетекать в ручеёк. Который будет дальше увязывать всю эту нашу игровую площадку, всю зону. Вдоль фонтана будут также размещаться детские игровые комплексы более же младшего возраста. Там будут сооружения, которые будут взаимодействовать с водой. То есть дети могут где-то и накачивать себе воду, да, и немножечко поиграть с водой. То есть какую-то физику применить. Для самых маленьких пинчан предусмотрены аттракционы с лошадками. Для более старших – канатный городок с мачтами, переходами и своеобразной крепостью. Весь канатный городок окружен велодорожкой, которая будет обустроена еще и дорожными знаками, чтобы детки сразу учились правилам дорожного движения. И все это увязано потом непосредственно велодорожкой вдоль всего парка. Парк у нас ограждается, поэтому это будет безопасно. Ну и очень интересно даже в сопровождении взрослых. Все зоны парка будут соединены так называемой «красной нитью». Это подпорная стенка – возвышенная конструкция, которая служит и скамьей, и дорожкой, по которой могут бегать дети. Общую стилистику парка дополнят парклеты, состоящие из деревянных модульных элементов. Сметная стоимость проекта пока неизвестна. Ее рассчитают после того, как он пройдет стадию доработок и будет одобрен заказчиком. Реализация проекта – это вопрос финансирования.